21,5 тонны золота добыли в республике за 9 месяцев. Из них на золоторудных месторождениях около 12 тонн, рассыпные порядка 10 тонн. С такими показателями план на этот год золотодобычки рассыпных драгоценных металлов перевыполнили на 7%, а вот рудное золото пока отстаёт от плана. По добыче рудного золота у нас небольшое отставание идёт сегодня, но мы надеемся, что к концу года выравнивание будет и мы выйдем на план. В целом по добыче на 24 тонны по республике. Сезон был достаточно сложный, отметил Андрей Панов. Были проблемы и с погодой, и с техникой. Однако, как он заметил, показатели при этом хорошие. За уходящий год произошли знаковые события для добывающей отрасли. На проектные мощности вышел горнообогатительный комбинат Рябиновой в Алданском районе. Это 2 тонны золота ежегодно. Кроме того, запустили в эксплуатацию и Тарынский комбинат. Большие надежды возлагаем на Тарынское рудное поле, где вот эта компания работает. Помимо этого, ещё есть ряд компаний, которые сейчас входят на это поле в рамках других проектов. Я думаю, что в ближайшее время добыча рудного золота будет только расти. Начало работы ГОКа позволит открыть 450 новых рабочих мест. Также это первое предприятие, которое будет добывать рудное золото в Амаконском районе. К слову, если говорить о преимуществах именно рудного золота, то здесь стоит отметить, что его добыча, в отличие от рассыпного драгметалла, проходит круглогодично в свете одного из недавних указов руководителя республики, запрещающего привлекать иностранную рабочую силу в промышленность. Это поспособствует уже на постоянной основе принимать на работу местных специалистов. На рудное золото увеличение – это же наоборот возможность местным жителям работать круглые сутки, круглый год и не ездить на сезон на вахту. Что же касается стоимости золота, то на мировых рынках отмечают снижение цены. Если на начало года были неплохие показатели в размере 1350-1356 долларов за унцию, то сейчас цена немного упала и пока не доходит до 1300, сказал руководитель ведомства. Это связано с увеличением добычи рассыпных металлов и погодных условий. Сарглана Захарова, Иван Семенов, филиалы НВК Саха. В Аймаконском и Алданском районах НВК Саха. Я плачу.